Всем привет! Меня зовут Софья Селезнева, я участник программного комитета, спикер конференции Газенбак, я сегодня здесь, чтобы представить вам доклад Виктории. Вика сегодня нам расскажет, как выглядит работа QA в Big Data. Вика, о чем твой доклад? Да, привет всем. Так, доклад мой называется «QA в Big Data без прикрас». Собственно, о чем расскажу и что будет происходить. Зовут меня Виктория Дешкина, действительно так. Я уже довольно долго в IT, из них лет 5 уже в X5 Group, на отделе Big Data. Я подбираю сотрудников, организовываю процесс тестирования и так далее. И что получается, что когда мы говорим о функциональном тестировании в Big Data, ребята начинают представлять максимально странные вещи. Это либо очень сложная история, либо больше data quality, либо наоборот прям сильно-сильно просто функциональное тестирование. И народу к нам приходит очень мало, они боятся, они нервничают и, собственно, не знают, чего ожидать. И сегодня я хотела бы рассказать, что это собственно такое, что ждется от функционального тестировщика на продукте с той самой Big Data, что это такое и с чем его едят. Может быть, вам понравится, и вы придете к нам, почему нет. Итак, что же такое классическое тестирование и что такое Big Data? Сама по себе история с Big Data – это о чем? У нас есть огромный набор данных, он достаточно большой, чтобы его никаким способом сейчас просто так не обсчитать. То есть в один заход результаты вы в любом случае не получите. И эта история накладывает на тестировщика некие ограничения. Нам всегда приходится смотреть, как выглядит архитектура продукта, откуда берутся данные, почему именно так, потому что они не просто не обсчитываются сами по себе, они не передаются в одном потоке, как живет логика этого расчета. То есть если мы не можем традиционным методом посчитать, значит мы придумаем некие костыли. А для тестировщика это означает, что он точно должен знать, какие это костыли. И раз мы не знаем, что мы передаем в систему и что мы на выходе получим, нам нужно думать, как выглядят тестовые данные. Собственно, из-за этого и возникает разница в стратегиях между тестированием просто традиционным функциональным и тестированием в Big Data. Сама разница, но она заключается в нескольких пунктах. Первый этап — это сами данные. Для традиционного обычного тестирования чаще всего эти данные структурированы. Что это значит? Что они примерно одного типа, мы знаем, как выглядят внутри, мы знаем, что их можно одновременно все поработать. Не для наглядного представления, но это, по сути, постгресс как вариант. Любая реализационная база данных, вот она структурированная, она в целом понятна. Все, что касается больших данных, дать внутреннюю структуру мы не можем. У тебя в одной таблице будут лежать вот в одном пространстве и фотографии, и какие-то транзакции, и цифры, и буквы, и что-то вообще странное, хэшеподобное. Вот все подряд. Это такое большое озеро, непонятно чего, непонятно как друг с другом связанного на старте. Раз это такая история, то к нему и требуется специальная среда. То есть это все занимает очень много места. Для этого требуются большие объемы памяти, своя своеобразная архитектура. Соответственно, для тестирования нужны свои специальные среды, рассчитанные на такой объем данных. Для традиционного тестирования подготовка специальной среды, она в целом не требуется. Максимум требований — это вот более-менее похоже на прот. Иногда для бигдаты поднять среду, похожую на прот, тестовую, в принципе, почти невозможно, потому что у тебя на проде могут крутиться десятки тысяч терабайт. И подобного рода тестовая среда, она просто очень дорогая, она невозможно собрать. Ну и сам тестировщик в традиционном тестировании выбирает. Сейчас он, по сути, потестирует руками, это вот традиционное ручное тестирование, либо, может быть, подключит автоматизацию, и автоматизация подключается на этапе регулярных повторений. А для тестирования бигдаты фокус смещается на выборку. Мы не можем прогнать все данные примерно так же, как и в традиционном тестировании, и при этом эти данные не всегда счетные. То есть мы не можем представить, а что там внутри, а какого оно объема, и вот, что бы с ним сделать. Соответственно, нужно взять только какой-то кусочек, прогнаться на нем, и вот в зависимости от того, какой кусочек мы берем, мы выбираем стратегию. То есть автоматом, руками, просто переливом. Это уже зависит от того, с какими данными мы работаем, а не с какой частотой. Так, да, давайте что еще посмотрим. Также вот по отличию для классического тестирования у нас есть стандартные средства автоматизации. Для тестирования больших данных, как только мы выходим за рамки ручного подбора, появляются свои собственные инструменты, но на старте вам про них знать не обязательно. То есть если вы приходите на собеседование и вообще не знаете, что такое MapReduce, что такое Hive и с чем его едят, да и ладно. Соответственно, для функционального тестировщика эти инструменты понадобятся чуть позже. Вы сначала вольетесь, сначала посмотрите, как ими пользуются остальные, а потом они пригодятся и вам. Ну и, собственно, чуть больше смещается фокус для навыков и для обучения, но о том, что вам понадобится, я сейчас прямо и расскажу. Итак, про архитектуру. Почему это важно и как это выглядит. Вообще любой продукт с Бигдатой по архитектуре выглядит вот так. Здесь есть разные вариации, она может быть чуть сложнее, чуть проще, но по факту это вот пять слоев. Первый слой — это сбор данных. Все, по сути, источники механические, цифровые, все сливаются в одну большую историю, где вот как-то в каком-то формате хранятся. Это могут быть там для нашей компании, это могут быть данные по транзакциям с чеков, это могут быть какие-то сигналы с кассы, это могут быть сигналы с камер, какие-то хэши, какие-то информации по посещениям сайтов, то есть это могут быть картинки, виды товаров, информация со склада. Вот все подряд, все подряд в разном формате, причем в разном формате, даже там одни и те же данные, у тебя могут с чека приходить количество позиций в одном формате и точно так же количество позиций в картинке будет отражаться, и это считается классикой. Затем что происходит? Вот вся эта каша, где иногда повторяющиеся данные, где иногда просто что-то непонятное, мусорное или лишние сигналы попадает на второй слой, где начинает формироваться даталейк. Все это более-менее причесывается, приводится хотя бы к единому типу, когда мы говорим об одних и тех же данных. Понятно, что с разных источников может прийти одна и та же информация. Для реальной жизни, как это наглядно представить, у вас есть телефон, в телефоне есть погода, вы ее цифры читаете, там на улице 23 градуса, заглядываете за окно, а за окном ваша мама еще в 1953 году, пока маленькая была, повесила термометр. И вот там аналитически посмотрите на столбик, и там тоже 23 градуса. Это одна и та же информация, и в даталейке она может выглядеть точно так же. У тебя с одной стороны чиселка, а с другой стороны картинка с погодой. Эту историю нужно склеить между собой, чтобы она более-менее не повторялась, и договориться, куда положить. Это вот второй этап. Более-менее вот собрание в единую структуру. Когда мы все это собрали, этим пользоваться все еще невозможно. То есть тут есть и повторяющиеся данные, просто теперь более-менее причесанные. Это вот такое озеро. Следующий этап — это preparation. Здесь мы что делаем? Начинаем потихоньку раскладывать. Раскладывать на блоки, с которыми можно работать. Вкладывать в первые источники для витрин, делить по ожиданиям для бизнеса. То есть вот часть этих данных интересна одному продукту, часть этих данных интересна другому продукту. Часть данных должна поступать к нам достаточно быстро и достаточно скоро. Часть данных может обрабатываться помедленнее, соответственно, мы ее можем переложить на более медленные диски и так далее. То есть это вот похоже на некую библиотеку. То есть вот сейчас мы просто набрали всяких книг, теперь причесали до библиотеки. Эти книжки лежат по разным полкам. Разложили, и теперь с этим нужно работать уже к конкретному продукту. И это только то самое первое место, где появляется функциональный тестировщик. На этом слое у нас живут витрины. Витрины — это набор данных во всем большом даталейке, который касается персонально вас и вашего продукта. Иногда на одной витрине сидит несколько продуктов, это тоже нормально. Но вот ваш продукт интересует из всего озера только этот кусочек. Вы с него подтягиваете данные, их дальше обрабатываете. Иногда они уже даже с конечной обработкой, в целом вполне математическими методами обсчитываются. И потом покажете их пользователю. Вот презентационный слой — это то, что видят уже не только функциональные тестировщики, а то, что видят конечные пользователи. Так, получается, что для обычного тестировщика интересно только два слоя. На них мы присутствуем постоянно. Это витрины, чтобы смотреть, откуда к нам приходят данные, вот прямо сейчас, как они выглядят. И, соответственно, слой презентации — то, что мы показываем и в реальный мир. Что со всей этой простыней должен помнить тестировщик и что для него это значит? Первый момент — это у нас перманентно недоступна часть данных. Вот стопроцентно. Это очень большая история, это большая архитектура. Где-то кассы сломались, где-то термометры полетело, где-то терминал не работает. У вас всегда барахлят источники, у вас всегда барахлят расчеты, потому что расчетов слишком много, чтобы это работало стабильно. И, соответственно, часть данных в вашей витрине тоже перманентно пропадает. Хорошо, если пропадают данные, которые в данный момент не нужны. Плохо, если они прям очень нужны и пропали прямо сейчас. Не так давно у нас прям на продукте была история, когда все хорошо, все стабильно работает, витрины выглядели красиво. Но результаты, которые выдавал продукт, перестали быть похожими на правду. Перестали быть похожими на правду в один момент и сильно спонтанно. Бедный тестировщик всю голову себе сломала, откуда такая история, почему так происходит. Потому что свои функции, свои расчеты на продукте работают хорошо, витрины выглядят красиво, на них вроде все сходится, по метрикам все хорошо. А результаты недельной давности и сейчас сильно отличаются между собой. И путем сложных вычислений и разговоров с разными сотрудниками, по-моему, это заняло чуть ли не две с половиной недели. Выяснилось, что на этапе источников там был один источник, который не передавал данные о себе, не передавал данные о себе почти полгода. Тут человек заметил, что вот он не работает, дернул ручку и источник вылил все, что он получал полгода, сразу в Data Lake. Все слои обновились, обсчитались и витрина слетела, потому что она получила целую огромную кучу устаревших данных, которые уже не нужны вот с того источника. И это сломало продукт. Хотя вот никто не ждал, а так вышло. Соответственно, часть дефектов у вас будет связана именно вот с этим моментом, что у вас что-то где-то недоступно, что-то где-то отлетело, и раньше это не аффектило, а теперь это аффектит. Или у вас вчера была доступна та часть, которая вам нужна и важна, а сегодня она недоступна. И опять все слетело. Следующий момент. Скорость доставки данных для нас сильно влияет на качество. Самый классный пример по этому поводу, когда только появлялись параллельные расчеты и предсказательные модельки, была предсказательная модель погоды. Она предсказывала погоду очень точно, все было классно. Единственный минус, она заканчивала считать через два дня от той даты, на которую она предсказывала. И вот модель хороша, математика хороша, предсказательная точность хороша, но она ни к селу, ни к городу, потому что вполне можно было просто посмотреть, а что было два дня назад. Из-за этой особенности появляются разные архитектуры в Big Data, более сложные, более мудреные. Выбираете данные, которые прилетают прямо сейчас, которые нужно обработать в течение нескольких секунд. И те данные, с которыми можно работать чуть попозже, где могут быть отложены запросы. Для функционального тестировщика понимать, что из всей бороды данных нужно прямо сейчас, что должно обрабатываться быстро, а что может подождать, прям вот принципиально важно. И от этого зависит и качество продукта, и скорость в принципе тестирования. Если вы всегда будете проверять вообще все функции, вообще все, что происходит, вы будете делать это годами. Напоминаю, вы работаете с огромным количеством терабайт. Это вот даже непредставимо. Там маленькая витринка для особо извращенцев. У нас есть ребята, которые витрины выкладывают в Excel. Но это Excel, который, один Excel весит 80 гигабайт. Он даже не открывается нормально на компьютере. Это вот просто бесконечная борода. Так, следующий момент со всей этой историей. О чем нам говорит? У нас есть соседи. Использовать одну витрину на один продукт очень-очень дорого. Потому что для того, чтобы вы получили даже вот тот самый странный Excel-ник в кучу гигабайт, нужно провести много-много операций. Нужно там снормировать данные, нужно их переложить сначала в одно место, потом отобрать их по каким-то типам и положить в другое место. И если есть продукт, которому нужны примерно такие же данные, он не может поднять себе еще одну витрину. Это просто вот очень много места займет. Мы и так работаем с террабайтами. Повторение увеличит нашу историю прямо вот в огромную бороду. А значит, на моей витрине есть соседи. Все бы ничего, если бы они были вежливые. Но они не вежливые. Им понадобились данные в другом формате. Они вполне могут, не предупредив тебя, изменить. Изменились. И теперь ты эти данные не видишь. Они могут туда долить что-то, что им тоже захотелось. Они могут добавить какой-то новый элемент. И несмотря на то, что это не очень нормально, несмотря на то, что мы все понимаем, что так делать нельзя, это происходит, и это происходит регулярно. Поэтому часть ваших дефектов зацепится соседями и будет привнесена именно ими. И последний момент. Это, собственно, пользователю не нужны расчеты. О чем речь? Если у вас идеально правильная витрина, если вы прекрасно понимаете, что, откуда у вас берется, где, как происходит, вы следите за скоростью поставок по данным, у вас более-менее правильные математические расчеты, но они не наглядны, они не вызывают у пользователя отклика, или он не понимает, что происходит, ваш продукт не работает. Вот прям абсолютно точно. И одна из особенностей продукта с этой самой бигдатой, над ней работают математики. Иногда для них наглядно то, что для простого человека вообще ни разу не наглядно. И вам придется иногда говорить, что нет, то, что мы сейчас выдаем в качестве конечного результата, не жизнеспособно, совсем не жизнеспособно. Нужно это как-то адаптировать под обычного человека, под того, кем является наш пользователь. Так. В итоге можно сформулировать коротко все, что я вам рассказывала. Получается, что ошибки в бигдате, они динамичны. Они зависят от кучи факторов, начиная от источников и заканчивая соседями и их экспериментами. То, что у вас воспроизводилось вчера, может не воспроизводиться сегодня, и совсем не факт, что не вернется завтра. Само тестирование всей этой истории, оно есть на всех слоях архитектурных. Но тестировщики не везде присутствуют. Есть отдельно выделенные люди, которые отвечают за перелив данных. Есть Data Quality, которые отвечают за качество перелива. Есть ребята, которые проверяют, что сами источники функционируют, что они продолжают переливать данные. Это не ваша беда, не ваша забота. Ваша забота только последние два слоя. Вы должны понимать, что лежит на предпоследнем слое и прям действительно тестировать последний слой. Но вы должны в том числе помнить, как это устроено, как это работает, и что ваши ошибки могут быть привнесены из ранних слоев. Если это так, то нужно их как-то определить и прийти к людям ответственным за эти слои, со словами «Вы меня аффектите, вы немножко меня беспокоите». Так, а как же на самом деле сами данные тестировать? В чем история? Так, сначала немножко теории расскажу. Тут уж куда без нее. Первое, что вам нужно знать, это история с выборкой. Что это вообще такое? Мы работаем с кучей терабайт, мы не можем их перебрать, действительно. Мы даже не можем точно сказать, какие объемы на старте нам заходят в продукт. Поэтому все, что мы можем сделать, это выбрать какой-то кусочек. Все, вся борода, которая приходит к нам в продукт, это называется генеральная совокупность. Вот вообще все. Из этой генеральной совокупности нужно выбрать небольшой кусок, который мы действительно можем посмотреть, который мы действительно можем обсчитать и вообще представить, что с ним будет происходить. И вот этот кусок, он и называется выборкой. Сами выборки имеют несколько характеристик. Первый момент — это объем. Мы вполне можем взять выборку размером со всю генеральную совокупность. Почему нет? Но только прок от этого не будет, потому что с такой выборкой мы все равно работать не будем. Поэтому объем, количество данных, с которыми мы работаем, количество случаев, по которым мы отбираем эти данные, в зависимости от того, на что мы строим эту выборку, оно для нас первостепенно важно. Это всегда должен быть такой размер, что с этим можно работать обычными методами. Второй момент — это репрезентативность. Слово сложное, а смысл на самом деле довольно простой. О чем речь? Мы должны выбрать такой кусочек данных, чтобы он мог показать нам, как работает вся система. То есть вот либо все представители. Все, что должно происходить с системой, по-хорошему должно происходить и вот на этом выбранном кусочке, на который мы смотрим. Что бы вам такого интересного рассказать? С точки зрения репрезентативности. Итак, широко известный случай — это когда выбирали президента Рузвельта. Это один из первых победивших демократов в Америке предсказывали результаты выборов. Был такой журнал, который до этого выборы раза четыре предсказывал, и предсказывал хорошо. Он взял выборку по своим пользователям, по своим читателям, знал заранее, что среди его читателей чуть больше республиканцев, и взял справочники телефонные и справочники ГАИ, я не помню, как точно у господ американцев это называется. Короче, взял контакты автомобилистов и контакты тех, у кого были телефоны. Разослал им опросники, спросил, за кого вы будете голосовать. Они сказали, что они будут голосовать за республиканцев. И, соответственно, журнал предположил, что с вероятностью процентов... Короче, голосов будет 55% за республиканцев, 40% за демократов, и победят республиканцы. А по факту победил господин Рузвельт с перевесом. За него голосовал, по-моему, 60 или 65%. Почему так вышло? Потому что выборку, которую взял журнал, он подобрал не точно, нерепрезентативно. Его пользователи, его читатели в основном были республиканцами. И в те времена позволить себе телефоны и машины могли только довольно обеспеченные люди. А довольно обеспеченные люди совсем не интересовались демократией. По факту он добавил себе еще республиканцев, голосующих за республиканцев. И разлет получился вот прям диаметрально противоположный. Хотя предположил. Вот эта история с репрезентативностью. Вы должны выбрать те элементы, которые будут вести себя так, как вся система в целом. И это не самая простая задача. И на старте вряд ли этим будете заниматься вы. Для того, чтобы это делать, нужно понимать механику построения выборки. Глобально на старте нужно знать два момента. Бывают вероятностные выборки. То есть когда мы предполагаем, что с некой вероятностью на этих элементах наши гипотезы будут работать. Наши идеи, наши ожидания сработают. И бывают, по сути, эмпирические выборки, когда мы по каким-то своим критериям физически отбираем, что вот это для меня будет казаться вероятностным. А если захотите, там внизу есть чатик, подумайте насчет истории с Рузвельтом. Вот там была механика построения вероятностная или эмпирическая. Почему они решили, что добавив к своим пользователям пользователей телефонов, все сработает, все будет хорошо. А чуть позже после доклада как раз обсудим. Итак, дальше. Совсем чуть-чуть еще осталось теории. Последний момент, который нужно знать, это, собственно, ошибки первого и второго рода. Звучит сложно, но по факту я даже придумала вам довольно наглядный пример. Итак, есть концепт гипотезы. Гипотеза – это то, что мы предположили, то, что мы ожидаем увидеть. На примере суда к нам пришел подсудимый, мы считаем, что он виновен. Наша гипотеза – он виновен. Нам эту историю нужно доказать. Первый вариант – он виновен, мы доказали, и он виновен. Все хорошо, наша гипотеза подтвердилась. Так же, как и в суде, и с подсудимыми тоже, может быть вероятность ошибки. Она какая? Первый момент – это мы осудили невиновного. И это ошибка первого рода, когда мы ошибочно предполагаем, что наша гипотеза верна, хотя на самом деле она не верна. И вот она для примера – это тот самый виноват-невиноватый. Ошибка второго рода – это когда мы ошибочно считаем, что наше предположение неверно, хотя оно на самом деле верно. Это невиноват-виноватый. Для запоминания как раз так. Для тестировщика ошибки первого рода гораздо серьезнее, чем ошибки второго рода. Точно так же, как и в суде. И запоминается это примерно так же. Почему? Потому что, если мы возьмем неверное предположение, будем считать, что оно верное, и с этим будем дальше работать, мы его протянем вообще везде. И потом найти, откуда оно появилось, с чего это вообще взялось, довольно сложно. Если мы отсеем верное предположение, то рано или поздно мы к нему вернемся. То есть оно еще раз где-то возникнет, мы его попробуем еще раз проверить, и в этот раз уже возьмем. Поэтому вот ошибки первого рода, они критичные. Ошибки второго рода чуть менее критичны. Ну, понятно, что там чем меньше, тем лучше, но не настолько, как с первыми. Соответственно, формируя выборку, вы формируете некое предположение, что вот это согласно неким критериям, эта выборка будет репрезентативной. Эти критерии будут достаточно для того, чтобы эту выборку сформировать. И следующий момент, это вот анализируйте, с какой вероятностью вы попадете, стараясь снизить ошибку вот этого первого рода. Вот если прям на пальцах, то примерно этим вы и занимаетесь при подборе данных. Так, на старте все это довольно сложно выглядит, и никакими математическими критериями подбора выборок вы заниматься не будете. У вас будут эмпирические данные, вы будете предполагать на основе каких-то ранее полученных результатов, на основе бизнес-процессов предполагать и собирать эту выборку вот эмпирическим путем. и примерно оценивать вероятность того, что угадали вы или не угадали. Для того, чтобы это делать хорошо, вам нужно четко отличать причину и следствие. Это в принципе важно и для обычного функционального тестировщика понимать, откуда берется и что из этого следует. Это касается и подбора данных, и в принципе любых дефектов. То есть вот у вас что-то произошло, у вас есть какая-то плавающая фигня, и вам нужно докопаться до первопричины. Дело конкретно в наших функциональных расчетах. Дело в том, что на наших витринах что-то полетело не так. Может быть мы на первых источниках данные собираем неверно. Может быть у нас функции переезжают неверно. и задача тестировщика ну вот придумать правило, понять, как найти ту самую ошибку, как ее локализовать и локализовать чем чуть глубже, чем вот стандартный подход между бэком и фронтом. Потому что теперь у нас не бэкфронт, а целая борода слоев с разными механиками. Так, я надеюсь я вас не напугала. Цель по крайней мере была не такая. Последнее, о чем нужно вот прям проговорить это логика расчетов. Продукты с бигдадой делятся по-хорошему на два блока. Это продукты с традиционными расчетами на этапе витрины. Мы уже собрали небольшое количество данных более-менее понятное, которое можно перелить в стандартную базу, в ту же постгресс. Иногда переливать тоже в базы нереляционные, но там чаще на самом деле уже в реляционные базы заливают, но бывает нереляционные. Но в любом случае это уже тот объем данных, с которым можно работать стандартной математикой, понятными формулами, которые можно где-то записать и в калькулятор загнать. И продукты с ML-моделями. Тут, наверное, важно подчеркнуть, что не все продукты с ML-моделями это бигдата. Хотя, казалось бы, представить математический расчет, представить вероятностную модель и заставить компьютер придумать, что будет дальше, можно и на небольшом количестве данных. Для бигдаты особенность это вот именно невероятное количество данных. И продукты с ML-моделями под собой обучаются на очень больших объемах данных. Вот эта фишка. Так, для разных продуктов получается, нужно фиксироваться на разных местах. для продуктов с ML-моделями, о чем нужно помнить. Так, это доверие к результатам. Для классических объемов данных в целом понятно, как работает ML-моделька. Ты ее можешь в лоб обсчитать и сказать, что да, она предсказывает хорошо, да, она делает это как-то более-менее прозрачно. Если ты ее не можешь в лоб обсчитать, у людей в нас вложена предсказательная особенность. ML-модельки копируют наши способности, вот работа человеческого мозга. Поэтому предположить, особенно если ты с достаточным опытом в этом направлении, ты можешь иногда даже точнее, чем ML-модель. Просто с той чистотой, с какой нужно предполагать, а человеческий мозг устает это делать и рано или поздно сбоит. Но оценить и доверять такой ML-модели проще. Для ML-моделей, работающих на больших данных, тяжело прогнозировать, что ты будешь ожидать. И, соответственно, и тестировщики не доверяют результатам на старте, и пользователям. Из этого что выходит? Всегда нужно держать это место в голове и всегда понимать, что любой шаг влево, шаг вправо, чуть-чуть колебания в результатах обязательно вызовет негодование у пользователей, и вам нужно понимать, как это спрогнозировать, как с этим разобраться. Нужно понимать, как работает ваша модель, она для чем нужна. Она корректирует существующие данные и таким моделям попроще доверять, потому что они чуть меньше меняются. либо это история с прогнозом, где мы прямо говорим, что в будущем будет происходить вот так, ваша цена изменится таким образом, вы сработаете или не сработаете. Тут с прогнозами сложнее, потому что если ожидания не совпадают или кажется, что прогноз негативный, люди воспринимают эту историю в штыки. Как только мы идем в какие-то отрицательные прогнозы, мы должны их подкреплять еще какими-то вариантами. И, соответственно, нам нужно повышать прозрачность и для команды, и для пользователя. Для пользователя это в буквальном смысле попытка объяснить, как работает ML-модель на примитивных местах и визуализировать ее максимально наглядно, максимально запрятав под капот все расчеты. И проверка для тестировщика она вот именно такая, что у тебя функция и сама работает, и визуализируется пользователю максимально однозначно, чтобы он прям не сомневался. А для команды нужно искать те места, где наиболее часто отлетают, где наиболее часто возникают проблемы. Согласовываться с соседями, убеждаться, что вот часть источников, которые критичны, точно работают, довешивать туда какие-то метрики. Повышать прозрачность в том, что отлетает наиболее часто в то, что сильно влияет на доверие к результату. Так, следующий момент. Это применимость моделей в реальных историях. Тут я как раз раньше рассказывала про термометр. Это вот про это. Во-первых, наши модельки должны быть понятны пользователю. Во-вторых, они должны быть обвешаны всевозможными мониторингами, потому что реальные данные, они хаотические. То есть, когда мы просто тестируем на каких-то выборках, мы стараемся взять революционную выборку с существующим данным, с существующим представлением. А по факту ничего не мешает кому-то прийти и залить в нашу обучающую модель в те данные, на которых мы будем учить нашу модельку абсолютную билиберду. Ну вот, хочу, и я не понял, что это повлияет. Или я добавил еще одно поле, потому что кому-то соседей надо. А на вас это вроде не должно аффектить, а оно аффектит. То есть, у вас модель может обучиться и вести себя максимально криво. Кстати, на примерах чат GPT. Отлично. Пока его учили на обычных, тестовых данных, он был вежливый и приятный. Когда его учили на матных текстах, вот то самое неожидаемое, чат GPT стал довольно грубым. И последний момент, чат GPT у нас на сегодня врун. А почему врун? Потому что данные в интернете, они не всегда правдивы. Они вот одна история, другая история, часть дофантазировалась. И мы вот именно на такой выборке и научили чат GPT в реальном восприятии как раз фантазировать. Это вот то, что касается реального мира. В интернет фантазируют, и чат GPT сейчас фантазируют. И как ни странно, первые пользователи этого совсем не ожидали. То есть, у нас сейчас, уже вот прямо сейчас в научном мире есть статьи, которые выглядят максимально правдиво, выглядят очень убедительно. Но если ты начинаешь их разбирать прямо вот детально, подробно и пытаться воспроизвести, оказывается, что с какого-то момента там вранье. Потому что чат GPT научился делать именно так. И последний момент это информативность для бизнес-процесса. Тут я немножко уже упоминала. О чем речь? Все расчеты должны вызывать желание сделать с ними что-то. Если этого не происходит, мы им не доверяем. То есть, вот прям вызывая ожидание, что этот расчет быстро считается, что он быстро применим к пользовательским бизнес-процессам, очень важно. И проверять этот момент очень важно. Возможно, даже лучше фиксироваться на этом на старте, чем на точности вычислений ML-модели. потому что это вызывает доверие, вызывает быстрый ответ. Если у тебя что-то пошло не так, если у тебя что-то сбоит, а пользователь с этими данными быстро работает, с этими отчетами быстро работает, вы быстрее получаете ответ, вы быстрее исправляете и корректируете свою модельку. Это кастомизация результата. То есть все, что рассчиталось, должно применяться в разных ситуациях. И вам это отсматривать нужно. И по пользовательскому пути, даже не только когда разработана система, а на этапе требований. Как только вы читаете, что у нас получится всего один отчет, который можно использовать в конкретном корнер-кейсе, вам нужно прийти к аналитику и сказать, а ты уверен, что это так или нет. Почему? Потому что это очень дорогие расчеты. Это огромные ресурсы, которые тратятся, если они тратятся на маленькую конкретную ситуацию, это проблема. Она всегда должна применяться в нескольких местах, иначе это просто невыгодно, это очень быстро прогорит. Про последний пункт устойчивость к атакам, устойчивость к мусору в данных я уже рассказала, так что сейчас я уже останавливаться не буду. Так. Что еще нужно сказать про продукты с традиционными расчетами? Они у нас тоже бывают бигдатовскими, просто на этапе витрины мы уже получаем там чуть меньше данных, зато считаем чистой математикой. Здесь что нужно помнить и чем отличать? Все намного проще, все очень похоже на классическое функциональное тестирование. Добавляется только один момент. у нас всегда-всегда не может быть, а всегда есть оркестраторы. То есть для того, чтобы огромный объем данных считать традиционной математикой, нам нужно эти данные бить на отдельные участки, на отдельные кластеры, их как-то обрабатывать, обсчитывать, а после этого возвращать и группировать все вместе. Нам нужно направлять потоки данных то в одну сторону, то в другую, и, соответственно, появляются вот эти самые оркестраторы. Они сами по себе приносят проблемы. То есть нормально, что они сбоят, нормально, что мы маршрут передачи данных выбрали неверно. Соответственно, этот момент помним, его учитываем. Все, я уже почти все. Я упоминала, что мы формируем некие выборки, осталось рассказать, а как это вообще происходит. Тот самый выбор тестовых данных. Ага. Вообще их есть три подхода. Первый это на всякой синтетике, на стабильных данных, на моках, на заглушках. Второй момент это проверка на реальных данных и комбинация этих двух подходов, где мы часть расчетов считаем на синтетике, на чем-то самопридуманном, а часть считаем на реальных историях. Все также чуть-чуть про теорию. тестирование на синтетике, о чем речь. Мы берем выборку такую, что с одной стороны к реальным данным отношений не имеет, зато мы точно знаем, что там должно получиться. Здесь вылезает термин вектор данных, это просто всю нашу выборку мы можем представить как один большой элемент, с которым мы работаем. первый блок мы закинули такой поток данных, посмотрели, что выйдет. Второй блок мы закинули новый набор данных, на нем смотрим, что выйдет. Вот этот набор данных будет называться вектором, если сильно примитивно. Хорошо работает синтетика на минимуме, это нулевой вектор, о чем речь, это мы просто закидываем во все места, куда должны были прийти данные, нули. второй вариант это единичный вектор, там про что речь. Мы закидываем прямо вот с самого начала с источника места для параметров условные единички, это те значения, с которыми мы прям четко понимаем, что должно произойти, как это значение будет меняться от функции к функции, как оно будет переливаться от слоя к слою и в каком формате должно прийти к нам. Вся идея в том, что это те данные, которые мы понимаем, как меняются. Как только мы понимаем, как они меняются, мы можем предсказать, что получится. И это основная концепция синтетики. Чуть сверху наливается некое обезличивание, какие-то сложные вариации. На старте они вам не понадобятся, вам нужно только отмерять данные, с которыми вы понимаете, что произойдет. Подбирать выборки, на которых понятно, что вы должны ждать. Сюда вылезают и реальные выборки. На них иногда бывает понятно, что происходит. Хороший вариант это отмотай на полгода назад. если мы предсказывали, как это должно работать неделю назад на позавчера, то сегодня отмотать и посмотреть на этих данных должно быть примерно так же. Бывают небольшие разлеты, бывают какие-то отклонения, но они должны быть небольшими. Второй момент. Чаще всего большие объемы данных хранят в себе ту историю, про которую нельзя рассказывать. Они бывают и персонализированными, и бывают очень сложными. Поэтому вылезает история с обезличиванием. Особенно это касается всевозможных тестовых контуров, которые защищены чуть поменьше и отбираются чуть меньше задумываясь. Для примера, опять же, года полтора назад был большой наплыв утечек, когда и у Яндекса утекли данные по пользователям, по-моему, Яндекс.Еды вместе с паспортами, вместе с личностями и прочее. Было несколько утечек у кредитных финансовых организаций, когда база по пользователям утекала в реальный мир, и народ этим активно пользовался. Кстати, в момент мобилизации сгенерили странный файл, в котором чуть ли не с паспортами и адресами говорили, что вот конкретно этих мальчишек точно заберут. Хотя это неправда, это просто какая-то утечка откуда-то позволила напугать кучу народа, 300 тысяч человек. И поэтому, если мы используем реальные данные на тестовых стендах, мы их обязательно обезличиваем, чтобы если что-то где-то куда-то утекло, оно не принесло проблем. Сейчас даже проблемы с законодательством. Но этот момент нужно учитывать при тестировании. То есть иногда, особенно если это как-то связано с предсказанием и поведением конкретного пользователя, это может софектить, и про это нужно помнить. Еще показательные для реальных выборок наборы для бизнеса. Это что? Чтобы такого наглядно предсказать? О, цены. Цены хорошо работают. То есть у вас есть предсказательная модель, она рассказывает про то, сколько будет стоить молоко. И вот цена на молоко не должна колебаться сильно прям в плюс 20, плюс 30 процентов по дням. Если оно чуть-чуть подорожает, то чуть-чуть. Если оно будет дешевле, то на старте оно будет делать это по чуть-чуть. Как только это происходит с сильным разлетом, с сильной дельтой, значит, есть проблема. И это вполне может быть вашей метрикой, что ваша моделька работает неверно. Это как раз история с наборами для бизнеса. У вас есть параметры, которые предсказуемо меняются, и по ним вы можете отсматривать, насколько корректно работают ваши расчеты. Мы точно знаем, что должно получиться, насколько должно улететь. Все, я уже почти все. Сов, меня сегодня прям понесло. Так, нам остались только выводы. Что могу вам сказать? Во-первых, тестирование в Big Data это интересно, это прям творческий процесс, это фантазии. Чтобы это работало хорошо, во-первых, нужно не бояться, нужно понимать, что математика на старте будет не очень сложной, а чем дальше вы будете с этим работать, тем она просто сама по себе станет очевидной, вы ровно вольетесь. Поэтому не берите на себя слишком много, берите базовую теорию, приходите, и все будет хорошо. Вам нужно помнить, что дефекты в Big Data динамичны, это нормально, не пытайтесь сделать их регулярно воспроизводимыми, пытайтесь их локализовать до причины, и все будет хорошо. Еще у вас должны быть софт-скиллы, вам придется много спрашивать, много разговаривать, хорошо, когда вы знаете, кто является представителем вашей, представителем того слоя, в котором сейчас проблемы, нехорошо, если не знаете, но вам придется это выяснить, так что это нормально, спрашивайте, это хорошо. Ну и формируйте верные ожидания, не бойтесь, и жизнь будет прекрасна. Все, я все, если у вас появятся вопросы, у нас прям сейчас будет спикерская, как это правильно называется, куда мы пойдем? Мы пойдем сейчас в дискуссионную зону, спасибо большое всем, кто слушал доклад, если у вас остались вопросы, если вам было интересно, и вообще вы хотите в Вике задать вопрос о том, как вообще попасть в бигдейт, как там потестировать, что почитать, с чем познакомиться, присоединяйтесь к дискуссии, мы сейчас через пару минут тоже туда подключимся, всем спасибо большое, кто слушал доклад, спасибо, Вика, тебе за доклад, ну и ладно, ребят, ждем вас в дискуссии.